Именно потому, что в свое время я увидел, как они будут действовать в ближайшие годы, как действовали, я и говорю, что для реализации их планов не хватит. Я же не говорил, что они добьются результата, нет. В том-то и смысл, что им банально не хватит времени, банально не хватит ресурсов. Они слишком поздно начали это делать, слишком много времени потеряли на второстепенных моментах. Поэтому то, что не будет получаться, это нормально и закономерно. Именно потому, что я видел, как они будут действовать, я говорю, что дальше у них не получится. Они владели стратегической инициативой. От этого и большая часть событий маркеров шла как раз в их волну, с точки зрения их действий. Но давайте разделять. Двигаться в направлении и достичь цели, двигаясь в этом направлении, это абсолютно разные вещи. Поэтому нет, абсолютно нормально. Я не вижу какого-то ужаса, необходимости встраиваться и прочее. Мир распадается. И этих ребят уже очень серьезная встряска. Причем цели итоговые им достичь не получится. В этом и радость. В этом и прелесть. Поэтому то, что маркеры показывали на усиление их позиции, а сейчас начинают по 21-го года меняться, да, потому что стратегической инициативы и запаса прочности больше нет. У них был не блицкрик, но такое затяжное продвижение вперед, атака, нападение, все выдохлось. А сейчас окажется, что резервов-то за ними особо и нет. И пойдет откат назад, пойдет разрушение. Поэтому 22-й год он будет интересный, он будет переломный даже. Кстати, да, 22-й год может стать очень интересным переломным годом. Наверное, эту тему он будет ролик записать в начале следующего года как раз. Продолжение следует...